Всем привет! Сегодня канун нашего отъезда, 13 число. Завтра в 6 утра у нас поезд Ластрых. Я решила записать это приветственное слово в это влога сегодня. Да, скорее всего, раз вы смотрите уже это видео... Блин, сори, у меня новая капа сегодня. Я ужасно шипы-лявлю и оговариваюсь. У нас... Охренеть, какая погода. Просто жара. Жарища. Да, это я в обсерватории у Тимофея. Мне очень жарко. Я вспотела. Что я хочу сказать. У нас еще куча дел. Нам сегодня надо смотреть пары, которые я поставила на стол. Надо постричь Тимофея, собрать сумки, там всякие, знаете, таблетки мои старческие. Решить, какую беговую форму брать. Короче, миллион всего решить. До поезда 12 часов. Еще надо успеть поспать в идеале, чтобы мои часы не сказали мне, что я плохо себя веду и плохо сплю. Вот. Я жду Тимофея, пока он там сейчас свои постеры запечатает. И мы пойдем домой делать, собственно, все эти дела. Я купила еду, всякие снеки, продукты нам в дорогу, потому что на завтра не будет никаких адекватных пересадок. Мы 8 или 9 часов проведем в поезде, и надо будет что-то есть. Но это уже все вы узнаете завтра. А я прощаюсь с вами. Собственно, до завтрашнего раннего утра. Утром. Для всякой еды. Ну, частично мы что-то еще сегодня съедим. Но до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 большой портю немного им все подключилась хотела поболтать на тему того жалею ли я о том что мы уехали за 3 когда мы сюда приезжаем да потому что вена это тот город в котором мне кажется можно жить всю жизнь вот база вода как то место в котором ты осел и живешь мне кажется вена в этом плане просто супер классное место очень социальное здесь 10 все 10 все сравнение с давосом конечно но здесь были также минусы минусы с точки зрения зарплаты тимофея оба в разы ниже вот мы приехали мы попробовали в моем случае это был классный опыт единственное о чем мы с тимофеем жалеем постоянно обсуждаем что когда мы здесь жили мы здесь очень много работали я буквально только начинала свою практику как терапия я упахивалась как сумасшедшая мы не успели насладиться все целый этим городом поэтому сюда когда мы сюда приезжаем есть вот эта нотка сожалению чтобы много чего не успели но мы стараемся это успевать вот в этих поездках на конференции я люблю вену я очень благодарна но будем это не наше место раз мне здесь все же дать грани правильно бы извините за мои страны хоть мысли на норчика на голове щеку не варит потому что я нахожусь в некой переакклиматизации таки мы сбор спустились климат абсолютно другой и мой немножко перестроить я себя в теле не очень классно ощущаю потому что все время когда мы когда не приезжаем у меня довольно сильно отекает тело это организм переадаптируется плюс здесь жара я не очень классно чувствую но лучше чем в финляндии поэтому я подраю весла все я не пихаю в себя больше картошечку хотя она очень вкусно поджечь возьму кофе мы с вами пойдем вместо назначения номер два первое было твой номер два это мы идем в лучшем айтел туске 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 магазин и мальману купить подарок для нашего друга михаила трудись потому что я не могла эту штуку купить эту вещь в свечали поэтому я знаю где купить здесь надеюсь на там будет до следующего включения старбукса старбукс здесь прямо за углом че хотел сказать вот я очень грущу насчет своего гардероба мне все бесит еще не нравится и да я просто многие говорила что я буду продавать вещи я буду продавать вещи как вернусь я уже все подготовила все отобрала скоро старбоксулька ты прям за углом так кофе есть пойдемте за булочкой какой-нибудь старбоксе еда не очень мы уже с вами в центре на шот эндоль где-то здесь булочная есть вкусная мы ее найдем булочный пифлок очень найдем мы же в вене достопримечательности новая улица начинается но мы идем будет а мейчоу короче такой роскошный магазин с едой тут есть рядом с луэвидоном просто имейте ввиду я купила там брауни сейчас мы его за тестом тестируем брауни напротив р.м. и зашла в чибы и тут продаются френч-пресс просто какие хотите я уже себя купила за три франка в секонд-хенде смотрите какая красота стаканы тоже классные очень такие качественные видно прочные но мне не нужен мне не нужен какой-то очень симпатичный магазин с разрешениями но он закрыт окей собственно я уже в h&m сходила кучу всего померила понимала что не могу не покупать что я такая отекшая просто не могу смотреть на себя в зеркало мне как-то даже одежда никак не натягивается ребят ну вот вы можете думать что ты там говоришь но просто не видите то что происходит с моим целом вот подарок куплен сейчас иду в другую часть торговых зон вены и там еще кое-что надо посмотреть не видите а тучки-то сгущаются просто знаете сейчас все самая идеальная погода тепло но чуть-чуть прохладный ветер собирается дождь похоже просто я иду пару магазинчиков отдать это не очень удачно было все происходит пришла в пекарню австрийскую типа 7 но такая понтова и у них там очень классный мерч раньше продавался сейчас ничего такого нету поэтому пойду посмотрю велосипед начинается дождь сейчас уже друзья началась череда ошибок у меня идет 18 18 тысячи шагов и не знаю почему мне дико были от ноги может из-за того что вчера мы весь день сидели ту в поезде то в опере четыре часа просто они болят так как будто не знаю пол марафона проезжала и что вы думаете я иду пешком домой у нас того чтобы ехать на трамвай я просто не хочу тратить 2 60 евро благо дождь прошел и я отправляюсь опять в центр там встречаемся с ребятами идем в китайский веганский ресторан не показала что я купила мишу подарок как говорится кто знает тот поймет как теперь это раз у меня есть парень и на кухне у меня есть подружка точнее сказать две они близнецы Настя и Саша Саша угоразила выйти замуж за молоко у меня когда слишком много фритюр они перепутали как того что уже смотришь и наелся доброе утро что за питерская разборка привет 8.40 утра я проводила тимофея димитра на конференцию он уехал я взяла себе кофе в госсоне но мы еще в Вене мы не в Париж и у меня сегодня полный клиентский день господи где окно открыла если что вот через часть начинаю сегодня пять приемов на улице дождь прохладненько поэтому как будто бы как знала расставила расписание вчера гуляла и сегодня работаем вот подключусь уже к вам не знаю когда будет что-нибудь интересное так первая сессию провела вчера фотографии сделала на свой инстекс это мы с Ксюшей это Миша с Тимофеем это мы едем троллейбусе после китайского ресторана веганского там похоже дождик закончился но по-прежнему холодно поэтому я подстырив тепленькую флисовую корточку Тимофея сейчас пойдусь у меня два часа до следующего приема мол часы скоро разрядятся ничего себе офигеть как они держат зарядку скажу вам еще и пока что ни разу не заряжала с момента как приобрела их не знаю сколько прошло в неделю наверно недели вау круто еще о чем у меня пульс такой высокий после сессии пойдемте выйдем я наверное сейчас схожу куплю обед какой-нибудь себе наверное дойду до веганского кафе куплю себе салат с наггетсами потом у меня будет прием я салат съем либо до либо после и вообще то есть идея сегодня уже тренировочку бы сделать беговую но мы посмотрим что там сейчас на улице происходит в общем ладно подключусь к вам скоро так обед есть кофе есть уложились в 25 минут в одну сторону как выглядит веганский салат с наггетсами наггетсами соус зелени много морковка я попросила еще без томатов потому что я не люблю томаты вот сейчас буду вкусно кушать так ну что еще один приемка за 10 сейчас у меня была новая клиентка новый интересный профильный кейс видите какие у меня режиссерские способности такой вот новый ракурс да у меня кстати в моем чехле он прозрачный там хранятся билетики из японии наклейка из starbucks из японии билетик еще откуда-то не помню фотография наша логотип школы наклейка делаю то что хочу по моему что хочу то и делаю поняли вот так вот выглядит мой рабочий процесс и сумасшедшие записи надо немножко разобраться кое-что сохранить остальное выкинуть вот у меня сейчас трехчасовой перерыв я понимаю что наверное сейчас делать первую тренировку да про тренировку еще кстати у меня к вам куча всякая разная куча всяких разных новостей так часики моего заряжаются между прочим как уже сто процентов ни хрена себе все заревел получается наверное не буду у меня завтра day of нет приемов и завтра я начну свою тренировочную неделю но уже о неких новостях спортивного плана я расскажу вам завтра они очень интригующие как и вся я шутка поэтому сейчас я хочу пойти погулять там нет дождя чего сидеть в номере мне еще в номере сидеть весь вечер у меня с пяти до восьми дальше приемы то есть скорее всего именно сегодня я завершу этот первый влог чтоб там совсем с ума не сходить да как вы заметили у меня не случилась неделя влогов потому что я поняла что каждый день я не хочу снимать у меня не будет времени на монтаж так много и наверное не так много я бы собирала материала потому что вот у меня опять же будут супер рабочие дни такие как сегодня сегодня я думаю это не очень интересно наблюдать аж целым влогом поэтому я сделаю сейчас вот эту первую часть австрийскую был еще второй влог из Австрии и не знаю я подумал возможно я сделаю неделю влогов из Парижа в Париж мы приезжаем в субботу получается на неделю ровной возможно там есть неделю влогов это абсолютно много места никогда не было в Париже и я постараюсь много снимать такие новости поэтому пошлите погуляем я хочу сходить в другую сторону возможно дойти до Ачибо моего любимого проверить дорогу до парка куда я как раз таки возможно завтра уже отправлюсь на тренировку все наговорила кучу всего у меня есть немножко кофе знаете мой лайфхак оставлять немного кофе чтобы настыл и это такая потом приятная история недопитый кофе не знаю после какой-нибудь сессии в общем я очень люблю к маленький продуманный сюрприз все пошлите на улицу это обнаружен стадион я тут слегонца потерялась как красивый дом зато аптека блин зато нашла стадион сейчас посмотрим может туда есть проход я поняла где я рядом со скейт-площадкой в общем пылые времена когда я тут жила я тут бывала знаете очень странно себя сейчас ощущаю я нашлась я немножко потерялась но я нашлась я сейчас приближаюсь к началу района ну как к началу ну короче к парку в котором я очень много проводила времени и он находится рядом с нашим районом где мы раньше жили где Тимофей работал в университете и честно говоря меня какие-то очень странные эмоции начинают накрывать потому что в прошлый приезд я не была в Бордоблинге где мы жили сейчас я туда иду по-моему два часа до начала приемов но я хочу туда дойти протоптать себе дорожку для тренировок и вообще посмотреть как я себя буду там чувствовать но уже сейчас я чувствую себя очень странно честно говоря даже не особо могу объяснить что там происходит но смотрю что тут происходит я не знаю что там это это я не знаю у нас случился один прием я поела арбуза вкуснейшую я каждый день теперь буду в биле покупать арбуз он такой вкусный кстати не сильно дорогой ну как не дорогой 180 рублей за такой контейнерик но его достаточно для одного приема в общем да провела сессию у меня должна была быть сейчас еще одна сессия и через 20-40 минут еще одна финальная но что-то то ли я то ли клиент который мы вместе немножко перепутали со временем поэтому сейчас у меня сессии не будет в этой середине 4 между трех будем искать окошко для другой впереди еще одна будет 19-20 что на самом деле иметь много сессий подряд это экстрим и четверг он меня ждет и вообще экстрим работать в поездках но я эту поездку не расценивала как отпуск но это обычная поездка рабочая что у меня что у тимофея и в свободное время мы отдыхаем встречаем с друзьями и так далее вот но я конечно жду отпуска да я жду отпуска отпуска давно уже не было полноценного как вам вообще бы то есть в этом году единственная у меня была одна неделя когда я отлучалась в италию не консультирована все восемь дней так получается весь январь февраль марта и апрель за четыре месяца у меня была только неделя перерыва на самом ли это не окей я бы хотела каждые три месяца иметь 2 может быть жирно но полторы недели то дни 10 качественного отдыха в котором я такое делаю немножечко восстановление и дальше иду вперед в общем подумаю что-то в эту сторону есть мне соблазн пойти купить еще арбуз 40 минут наперед наверно не буду я по ветре комнаты как-то очень жарко и душно просто пью побольше воды и арбуз уже куплю завтра собственно не знаю наверное на этом закончу блог потому что впереди у меня всего рабочий час и вечерик который я проведу просто валяюсь в кроватке и поедаю сушу я купила сушу вегетарианскую порцию вегетарианскую порцию порцию вегетарианских суш и встречу с вами уже в следующем влоге там уже значит уже нет силы крутать я немножко устала надеюсь что вам было интересно хотя не очень то я чуть прямо какой-то сверхестественное чтобы показывал следующем влоге я бы хотела вам рассказать кое-какие новости которые связаны с моим спортом также завтра ну это уже был следующем влоге будет на завтра у меня будет день в городе с очень приятными интересными местами может быть с каким-нибудь шопингом хотя в день и всегда с этим было все очень плохо и даже когда мы здесь год жили я не делала тут практически никакой шопинг вот ну да как то так все заканчиваю говорить в моей голове пусто всех обнимаю люблю и до встречи пока